Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Ну что, у нас сегодня радостное событие И снова здравствуйте Снова здравствуйте, да У нас сегодня радостное событие Я стала бабушкой И дети Дети снова вырываются в нашу жизнь Уже в опять виде уау В виде чистого света Который пришел И огласил этот мир Своим криком, своим счастьем Осветил И дал надежды на будущее Своим светом Да, осветил своим светом И дал надежды на будущее Так внук пришел У меня тоже есть Уже Бабушки, бабушки, старушки Ужганье на вага Нет, это Меня называют не бабушкой Меня называют Ира А когда я спрашиваю Ты знаешь, что я твоя бабушка? Знаю Но ты не похожа на бабушку Поэтому ты Ира И мне так приятно Ну видишь, в этом свете сейчас Встают вопросы И темы Связанные с осознанностью общества Как растить и как воспитывать детей Как давать им образование Как подарить им этот мир Как открыть им этот мир Чтобы убрать те ограничения Которые валиваются С самого первого момента рождения Вот ребенок согласил своим криком Приход в жизнь И дальше И дальше пошла Прямо в роддоме Пошли Обработки Уколчики Прививочки Прививочки Расстроечки Все И пошла вот эта Страх То есть только ребенок Прошел вот этот Период рождения Когда Сдавливание Подавление Вот этот страх Для ребенка Это действительно Такое Сжатие сильное Только он прошел Даже если кесарево взять У ребенка Быстрая смена То есть стресс И тут начинают Уже вокруг него Светиться Обрабатывать Это тоже Первое Вот смотри Сейчас даже С этим легче Когда Вот в жизнь Приходил Вова Да Тогда было Очень модно Воспитание Поспоку О чем? Поспоку Я даже знаю Были такие книги И все Говорили Что надо делать Именно так Так правильно Тогда шло Ребенок не мог шевелиться Раньше чем Через 3 часа Его нельзя было Кормить Надо было Чтобы он спал В отдельной комнате В отдельной кроватке И так далее Ишь надо Надо И я когда это читала Это было Многие вещи У меня не откликались Потому что Они были античеловеческие Поэтому у нас Не было такого Чтобы я там Кормила по расписанию Ребенка Или чтобы я его Жестко заворачивала Чтобы он там В струнку лежал Нет У нас все время Все было в свободном режиме И единственное Что действительно Приучали спать В отдельной комнате Но я очень быстро Измаялась То есть все равно Кормишь И ты ходишь Туда-сюда Туда-сюда И очень удобно Когда ребенок рядом С тобой лежит И все Я быстро это все убрала Кстати Аспок уже и умер Сам Дети от него отказались Поэтому Вот Чему научил общество То ты получил сам В конце жизни Наплевал Свой собственный колодец Ты его и получил В качестве Расплаты За свои учения Вот А сейчас Немножко В этом плане Легче В роддоме Лояльные условия Очень хорошая медицина У нас в стране Очень хорошая медицина И вот опять Роддом Это показал В очередной раз И Ты знаешь Я когда смотрю дальше А дальше Вот до трех лет У нас мама Занимается ребенком Она в декрете Это одно Из самых Ключевых Классных решений У нас Которое у нас Уже реализовано В нашей стране До трех лет Занимается мама Если у мамы Есть башка То она не будет Ограничивать ребенка Она подарит ему Мир Она подарит ему Возможности Она откроет их Занимайся тем Развивайся тут И поможет развивать Не ограничивать А развивать Но в любом случае Когда сегодня Звучит слово Развитие И вот мамка Слушает нас И у нее сразу У нее работают представления А по представлениям Развитие Это правильно Это неправильно Это делай Это не делай Пойдешь вот туда Там тебя научат Этому 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 А сам Вот то что ты пишешь Это ты корябаешь Это ты неправильно делаешь И видишь Уже сразу У ребенка Вот этот вот Вау Мир Он уже хоп 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 Он обрезается Он обрезается У маленьких И это обрезают мамы До трех лет Они полностью Обкоцают этот мир Приведут его В представление Пригодное Для детского сада Для коллективного А ребенок приходит В детский сад И понеслись Уже дальше шаблоны Да Дальше шаблоны Крики, вокли Травмы И так далее Которые уже идут там И сколько бы Они рассказывали Что лучший Элитный детский садик Воспитательница Никогда не ругается Голос не повышает Ушли родители Ну и начинается Построение А что же ей делать С двадцатью Да даже с пятью Или даже тремя Потому что они чужие Так и объясняют Именно А что же ей делать И поэтому выгодно Чтобы они были Одинаковые Одинаково ходили Одинаково играли Одинаково То есть все должны быть Квадратными Круглые не допускаются А как это многогранные 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 вообще Они покатятся Непонятно куда Вот поэтому Вот это Это идет А дальше А дальше школа Мало того Мама еще до трех лет Тоже Так правильно Так неправильно То есть Она Устанавливает Да При этом Когда слышит Развивать ребенка надо Она тогда говорит А как Вы мне пропишите Как А что ключевое Вот отсюда Из чувства любви Вот что забывается Любовь И искренность Забывается Это забывается А идет вот это Что А вы мне пропишите Или там Я прочитаю Где как А кто будет чувствовать Мама А смотри как любовь Связана с ответственностью Вы сделаете за меня Вы мне дайте Модель воспитания Вы мне Вот что потерялось Вот что потерялось Именно внутреннее Чувство любви И искренности Вот этот свет Вот именно этот свет Вот он потерялся Покажите Все из внешнего Дайте мне Покажите Дайте Сделайте Вылечите Научите Да Ты пока Раскрывай себя А для того Чтобы себя раскрыть Должно быть там Что раскрыться Должно быть то Чему раскрываться А значит Ты мама Начинай Чувствовать Начинай Чувствовать себя Во-первых Во-вторых Почувствуй Создай свою жизнь Счастливой Это не тебе Ее создадут А ты Создай Свою Жизнь Счастливой В тебе Должно быть счастье Тогда ты можешь Подарить счастье Тогда ты можешь Создать счастье тогда ты можешь научить счастью тогда ты можешь дать своему ребенку раскрыть этот свет смотри вот последний пример который меня просто потряс помнишь мы работали с мамой в тяжелом состоянии ребенок родился и мамы было делать практику зеркало и мама три месяца нихрена не делала потом когда задали вопрос как вы изменились вот вы же обманываете сейчас и мама что бы я говорила с собой я видела в своих глазах его и говорила со своим ребенком а смотри какая подмена она туда даже на вынесла ребенка туда вынесла ребенка он стал не я для нее он чужой для нее и она с этим чужим разговаривать она может через зеркало подарили по ним да в том-то и дело то есть вообще мама не чувствует вообще не чувствует себя деревянные нет искренности нет любви есть только внешняя которая для нее авторитет а она никто она что она не прокажите вы мне сделайте и она будет бежать везде искать искать а что тут сюда обратиться даже ты если ты осознаешь вот как мы показываем людям что здесь пусто начните наполнять даже если это начни тогда начни наполнять себя это даже не наполнение возвращение к себе ты просто начни чувствовать искренне стань искренне казалось бы что может быть проще чем стать искренне самому себе да да это так сложно человеку на самом деле это взять ответственность а это да да это взять ответственность за воспитание зари как только человек слышит это взять ответственность он сразу говорит да хорошо а как же тогда работа сразу выносит а как же как же а при моде магазина коллективного такой да сразу люди услышьте начните чувствовать вспомните свою искренность вспомните свою любовь оттуда пойдет да 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 и вот это касается школ и это касается садиков садике тоже вот как ты начал ащего что в садиках деть детей бы часть чтобы они ходили все одинаковые даже одежда одинаковую садиках все слава богу нет а в школах один это о чем о том чтобы управлять одним а все остальные как дублем будут повторять да и тогда просто а вы же мамы вы же сами мамы где ваша любовь если вы почувствуете что вот это свет к вам пришел свет чистые чистые детки пробудив себе вот этот цвет будь искренне будь вот моей лерке второй дочке повезло очень садиком очень у них у нее был были воспитательницы нянечка такие что я все время чувствовала что я отдаю ребенка и я знаю мы до сих пор общаемся и я этих людей чувствую я отдавала я понимала что это вот вторая мама с любовь остались там любовь там искренность там так там люди действительно были на своем месте вот просто такой свет от них интерес дети интересно моя моя лера так любила в сад ходить и интересно осмотреть любовь и интерес они же напрямую связь конечно то есть без интереса нет любви без любви нет наряды к ты не сути дела любовь вот равно интересно это есть и это то что направляет луч внимания в жизнь и благодаря этому человек идет сюда и рождается иначе бы он не пришел сюда рождаться иначе бы он просто завис вот в этих нирваны я не висел бы там в смерти но он возвращается в жизнь он возвращается в этот рай с потому что сюда уходит интерес и теперь смотри получается для того чтобы разорвать нить интереса чтобы человек сделать пустым чтобы он шел вне себя не слыша себя уходил все время от себя для этого надо прервать эту нить интереса а для этого надо прервать нить любви то есть коль это одно и то же интерес и любовь это связанный процесс да то есть вроде как разные понятия но при этом это связанный процесс не бывает любви без интереса не бывает интереса без любви потому что любовь и жизнь, конечно. Не бывает жизни без интереса, не бывает интереса без жизни. Это связанная вещь. И получается, если ты разрываешь вот эту ниточку, интерес, отсекаешь, отсекаешь любовь. И тогда жизнь становится пустой. Тогда вот здесь и пусто. Все, нет наполнения жизнью. И уже нету наполнения ресурсов на жизнь. Ты не ловишь вот это вдохновение, ты не ловишь озарения. Ты становишься пустым. Ты просто бежишь за чем-то внешним, зачем-то внешним, ты бежишь, сломя голову, все. Вот как этот секталод, ты ищешь, кому приклеится, и становишься вот этой серой, липкой массой. Ты везде, где-то, где-то, ты бежишь, вот ты просто тупо бежишь. Да, и вот эта серая, липкая масса, она не способна тогда чувствовать, у нее отключен разум, потому что с чувствами отключается разум, и получается, что ты можешь ее использовать только как тяговитую рабочую силу. Возможно, когда эти процессы запускались именно, да, много еще тысячелетий назад, и фараоны использовали вот эту вот тяговитую силу для того, чтобы она просто тупо работала. Вот, 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 это об отупении. Если у человека перекрывается интерес, он перестает чувствовать любовь, перестает чувствовать жизнь, перестает чувствовать себя, у него вырубается разум, дальше идет деградация. И мы можем эту деградацию наблюдать. Чем более коллективными стадами бегают люди, тем больше идет деградация. И чем масштабнее, чем масштабнее они уходят вовне от себя, тем больше вероятность перезагрузки цивилизации. Чем больше зависит от вне, тем, да, быстрее. Что мы сейчас и наблюдаем. По сути дела, наша цивилизация подошла к краху. Да, да, так и есть. И причем очень быстрое начинается. Очень быстрое. А быстрое начинается, потому что очень быстро распространяется информация. Сейчас есть интернет. Любая информация моментально в течение суток разлетается по головам. Это как заражение. Вот инфекция летела и пошла по всему организму. И при этом смотри, на эту информацию ориентируется. Школы, у всех детей есть гаджеты и так далее. Школьная система выстроена таким образом, чтобы запустить именно коллективные программы, именно коллективную группу. Не раскрыть внутренность человечка, а именно запустить. Включить в коллективное. Подцепить к коллективному, зацепить за коллективное. Потому что ты должен, ты обязан. У тебя одинаковая программа, у тебя одинаковая одежда. У тебя система оценок конкуренции. Программа конкуренции запущена. Это коллективная программа. Ты работаешь за оценку. То есть зацеплен. Ты работаешь за оценку. Не из интереса раскрыть, а ты за оценку. А потом ты работаешь за деньги, и ты опять зацеплен. И ты уже все, ты болванчик, который летит за внешним и забывает о своем. И даже мечты, которые зацепливают вот эти вот, это за деньги. Ты будешь программистом много зарабатывать. И в программиста идет, поступает человек, у которого психика вообще к интровертивному восприятию никакого отношения не имеет. И он потом реально, либо его выгоняют из института, либо он мучается всю жизнь и не знает, как перепрофилироваться. Сегодня модный экономист. И ты будешь экономистом. И вот толпа экономистов не нужных пошли. И люди сами себе плюют. Вот оно, плюют. Те же учителя, они плюют в свой собственный колодец. Они думают, а это я на работе, это я так. Я отработал и пошел домой. Нет, дорогой, ты наплевал. Если ты работаешь не из интереса, если ты работаешь лишь бы отработать, то ты наплевал в свой собственный колодец. Ты в свою же пустоту наплевал. Да, казалось бы, мы же умные. Я получил образование. Я знаю предмет, я могу его преподавать. А как ты его преподносишь? Как ты его преподаешь? Ребенок, загорается глазки у ребенка? Ребенку интересно на твоем предмете? Или у ребенка развивается хитрость, как отработать и заработать оценку, а не раскрыть интерес к предмету? А как это мне? Ну, я там выучу, отвечу и забыл. И забыл. Нету интереса. Есть вот эта гонка за оценками. А потом гонка за деньгами. А теперь вернемся к интересу. Давайте посмотрим на школу с этой позиции интереса. Раскрываем интерес к учебе. В ребенке, да, вот интерес к предмету. Преподавай предмет так, преподай, чтобы ребенка было интересно. И смотри, не появляется зацепленность за деньги. Я сейчас выведу так. Вот слушай. У ребенка раскрывается интерес. Ему интересно узнавать. О, так интересно. И теперь что мы берем? Как оценки? Они будут у него сами собой приходить, хорошие оценки, но при этом в нем интерес. А теперь вернемся к жизни. Точно так же человек работает из интереса. И деньги они всегда есть. Но при этом у него зацепленность за интерес, чистый, искренний, а не за оценки за деньги. Вот оно начало. Вот оно. Не плюсь в свой собственный колодец. Ну смотри. И поэтому, подожди за очки, еще вот перебью. И поэтому, что к чему приходим, что ключевым является. Люди очнитесь и начните чувствовать. Из любви и искренности жить. И не важно, вы обучаете детей, или вы среди взрослых общаетесь. Вот ключ внутри. Любовь и искренность. И интерес. Живите сердцем. Все. А вот смотри, ты говоришь, живите изнутри и так просто. Все общество сейчас, все общество распылено вовне. Все общество, за очень редкими исключениями, 5%, грубо говоря, управляющих, кто эти вещи соображает немножко. Немножко соображает. Не до конца. Хорошо заметить, 5% и мозг наш работает. И наш мозг работает на 5%. Вот эти 5% соображающих, которые пытаются управлять, потому что не знают, что с этим вообще делать. То есть уже они видят, общество отравленной водой напилось. И что с ним делать? Ну, на данный момент управлять, потому что не знаешь, что делать дальше. Хотя ты уже это видишь. Как вернуть человека обратно к себе? Попытка развернуть человека к себе на что сразу наталкивается? Какой интерес, какая искренность? Я живу искренне, я честна, я хожу, молюсь, я там прихожанка, я там честно выполняю обязанности, я честно зарабатываю свои деньги, я честно ем, пью, сикаю, какаю. Все. И жизнь закончена. И ни один из них, из серой массы, не задает вопрос, а зачем я прожил свою жизнь? Вот она, серая масса, перегной. Перегной не думает. Извини, это грубо звучит, но этот образ, он же сам ложится. Это так. Вот, это распыленная масса, это выделенная масса. Это выделенная масса из себя, выдавленная масса из себя. Что мы из себя выдавливаем? Вот, это об этом. В том-то и дело. И только когда человек осознает и задает первый вопрос, а зачем я живу? И у него вдруг, а у меня-то внутри есть свет. Многие люди говорят про этот свет, но ты его хоть раз в жизни видел? Вот поставь себе задачу увидеть и почувствовать свой внутренний свет. И если у тебя эта задача есть, у тебя есть цель жизни. И ты к нему придешь, и ты увидишь этот свет, и тогда ты поймешь, почему на небе светит солнце. И оно не может не светить. Оно не может не светить, потому что это твой внутренний свет. Но сейчас это звучит дико, это фантастика, да? А ты зайди в психику и посмотри, как там светит солнце, где это солнце находится. В том-то и дело. Психика, психика. А психика это где? Вот ты ее чувствуешь. Ты ее можешь только чувствовать. Да. И это войти в свой интерес. Инфодайнин дает в свой интерес. И нет ничего, кроме состояния инфодайнинга. Причем в данном случае инфодайнинг это не бренд, не торговая марка. Это состояние сознания, которое даже в патентах так и названо. Состояние сознания, в которое можно ввести человека. И это называется инфодайнинг, когда человек приходит к знаниям внутри себя. Да, да, да. Именно к знаниям внутри себя. И это есть в каждом человеке. Это нельзя отделить, это нельзя закрыть религии, это нельзя закрыть запретами, ограничениями и так далее. Это переходит без этого огня, это искра. Без этой искры не рождается человек. Вопрос, как вернуть человека к себе? А это начинается с ответственности. Как вернуть эту искренность? Это начинается с любви. Как вернуть любовь? Когда безумное общество пляшет секс, развлекуха, удовольствие. Все еще больше. Все еще больше уходит. Все. Распыляются просто. Дикость. Размазываются. Все. Это стоит на кону. То есть вот идол, секс и поклонение. Все полностью оболваненное. Полностью. И забыли любовь и искренность. Забыли, что это такое. О чем вы говорите? Какая любовь? Какая искренность? Столько в жизни проблем. Ну, конечно, проблем. А смотри, как подмены размазывают. У меня просто очень много в инстаграме сейчас приходит роликов. И ролики у психологов разного плана. Про любовь, искренность, про открытость, про честность с самим собой, про ответственность. Роликов нет. Есть ролики. Например, опять-таки вернусь к тому же самому сайте. Очень много приходит, где кто кому чего должен. И вроде правильные вещи человек говорит. Но идут такие подмены. Но идет должен. Должен. Это то же самое, что ты во внешнем берешь и размазываешь эту какаху по стеклу. Вот, ты мажешь. Ты не возвращаешь человека к себе, а ты мажешь. Точно так же начинаешь с психологов. А психологи, а вы сыграйте вы это, сыграйте вы это, сыграйте. И опять мажешь. Не мазать надо. Надо развернуться и сказать себе стоп. Все, стоп, стоп. Потому что если сейчас не сказать стоп, это разнос себя, разнос людей, разнос цивилизации, разнос общества. Это деградация. И эта деградация сейчас наблюдается везде. Она наблюдается в музыке. Музыка упрощается. Она наблюдается в изобразительном искусстве. Она упрощается. Она наблюдается в архитектуре. Она упрощается. Кажется, ну как же, такие литые бетонные конструкции мы возводим за 5 минут. Вот оно поэтому и видно, вот наше развитие, вот упрощение. Потому что музыка упрощается, а музыка – это управление, это очень сильное управление психикой. Да, потому что она конкретно струны настраивает, тормозит. Оно тормозит, оно блокирует. И вот мы видим картины, все хуже, хуже. Вот они просто начертил что-то и – это вообще шедевр. Это арт. Это же, ну да, если клеточки мозга у тебя зажались совсем, то это да, это просто… И тогда человеку можно проводочки туда вставлять и проводить эксперименты, и говорить, я вылечу Альцгеймера. А, кстати, эксперименты и болезни, смотри, как оно, все взаимосвязано получается. Вот человек дальше уходит от себя, своих игр нету, сигнал от себя он потерял, любви, интереса жить нету. Если у него нет интереса жить, то он уже не интересен тому Богу, кто он есть. Конечно. Если он не интересен сам себе, все, в нем надобности нет. Осталось убить его тело, в тень убрать. Все. Как убить его тело? Для этого программой болезни выделяется сознание, из-за зеркаля закачивается все. Пошли программы болезни, человек заболевает. И попытки еще ему втыкать туда проводочки. Вот мы же наблюдаем, если у человека повреждено тело в этой жизни, в следующей жизни оно повреждено тоже. Если у человека повреждена психика в этой жизни, в следующей жизни она повреждена тоже. Выделено сознание болезни, оно выделено и там тоже. Когда мы говорим Следующую жизнь, Наташа Человек должен понимать Это о следующем дне Потому что когда следующая жизнь Человек слышит Человек тот, который вынесен Для него это то же самое О чем вы говорите Какая любовь, какая искренность У меня столько проблем А вы тут о следующей жизни Да мне пофигу, кем я буду Вот, если у тебя сегодня проблемы У тебя завтра проблемы Вот оно, вот ты живешь Почувствуй, ты живешь Ты сам только что произнес Какая любовь, у меня столько проблем Правильно Ты засыпаешь в проблемах Просыпаешься в проблемах Ты засыпаешь, просыпаешь Вот она твоя карма Вот она твоя следующая жизнь Мои страдания, да Вот она Ты рождаешься с проблемой Ты умирай с проблемой Да, потому что ты ленив И, извините, туп Потому что ты вынес все наружу И ты забыл о себе Забыл Ты в тени Все Тебя нет Тебя нет Потому что Марионетка управляемая И при этом внутри боль Потому что себя забыл А боль как компенсировать Я пойду Вот после 50 Что делают Смотри, что делают люди После 50 Особенно успешные Кто прожил Первое, что они делают Посмотри инстаграм Новости известных людей Как они этот свой чистый свет Новорожденный Тут же обрезают колокольным звоном Потому что у самих внутри болит И они идут И они Бога вынесли из себя И молятся Бог там, Бог там, Бог там А сюда ни одного разворота И любая попытка развернуть к себе Вызывает непонимание И смотри На тех же самых консультациях Мы же работаем с аутизмом Те мамы, с кем мы работали раньше Вот первые наши И кого мы разворачивали к себе Кого мы везли на себе Везешь, везешь, везешь Везешь ребенка на себе Сколько мам в процентном отношении Развернулась к себе Совсем Очень мало Очень мало мама развернулась к себе Мы вывезли детей до какой-то стадии А мама не Не меняется И что мама начинает? Мама начинает болеть Почему мы прекратили Эти эксперименты? Естественно Потому что Маму надо заставить учиться Маму надо заставить меняться И мама в качестве изменений Что делает? Практику зеркала Пси-кося-накося И дальше болталка в чате И то не все И то не искренне И работает 5% реально 5% реально И получается За счет того Что ты удалил много информации у ребенка У ребенка начинается движение И вот в это вот время Напинал маму Ей больно Она начинает какое-то движение У нее есть интерес А потом она снова заплывает Обстоятельствами Но она же не может Опять вот этим выносом ответственности Выносом Все Она закрывается Закрывается тем Что выносит То есть какает сама себе Извините Не возвращается к себе И получается Приходится постоянно пинать И на сегодняшний день Видишь Когда я думаю Насчет пинать На самом деле Для нас это даже Не в напряге Мы это делаем И мы так работаем Уже время За счет этого Идут хорошие результаты За счет этого Идут благодарности Обратная связь И так далее Но вот смотри Наш последний стрим Где мы привели Пример с Михаилом Потаповичем Ведь на самом деле Пример обалденный И он настолько наглядный Что я даже повторю Помнишь Михаил Потапович Приходит на прием К психотерапевту К психологу Но это пришел Животный уровень сознания На каком языке Разговаривает На интеллигентном Интеллигентный Ахахаха Высоких духовных матерей И Миша так поймет Этот Миша Это все А Миша стоит на тебя И рычит И пока ты на него Не рыкнешь Миша тебя не понимает А теперь смотри Точно так же Приходит человек С болезнью И пока Психотерапевт Который Вроде бы Развитое сознание Ну скорее всего Да Он должен Опуститься К Мише И обслужить Рык Миши И таким образом Если я Как Бог Смотрю на эту игру Вот просто сменить Восприятие Вот с этой позиции С позиции Психотерапевта Он действительно Помогает человеку И человек меняется Наверное А может и не меняется Вот ему становится лучше Потом хуже Лучше Потом хуже И вот начинается Эта восьмерка качелей Ведь на самом деле Человек в состоянии Рыка не меняется Он с животного состояния Не переходит Его сознание Не становится человеческим Он не развивается Через психотерапию Потому что Психотерапия Ответственность Лежит на психотерапевте Не на нем И вот начинается Психотерапевт Опускается До уровня Миши И начинает Играть в его игру Что это для Бога Для Бога Это деградирует Оба И психотерапевт И второй И они оба уже Болтаются В единой серой массе И к ним уже Интереса нету Какой смысл В них играть Если игры нету Если тупость Повторяемая Циклически И потом Из жизни в жизнь Мы видим Циклическая ошибка И потом Поломашь Вот эти стимы у детей Вот Доходит это до стимов Тупо До единых движений Потому что Игрушку заклинило Вот Это конечная стадия Пункт назначения Приехали в стим Так это сейчас А психотерапия Гипноз и так далее Сейчас же это модно Практики развивающие И так далее Мы играем в клиентов Вот оно слово Модно Вот она оценочка В школе И смотри Какую роль играют деньги Тогда Да Так я же про что и говорю Клиент несет тебе деньги Обслуживай Облизывай Играй в его игру Деградируй Да Ты зацеплен за внешнее Ты зацеплен У тебя интереса нет Своего интереса В любви нет Да Ты не разворачиваешь Клиента за шкирку И говоришь Смотри Ты здесь вступишь Куда ты пошел Куда ты в унитаз Как ты разговариваешь С клиентом Да Вы не культурные Вы плохо разговариваете Вы бессердечные А как Мишке сказать Дорогой Михаил Потапыч Вы пожалуйста Почувствуйте любовь И искренность И искренность Сделайте практику зеркала Вот эти Михаил Потапыч И не делают практику зеркала Они считают это чушью Эти Михаил Потапыч Не могут высказать все на диктофон Пока ты на его языке не рыкнешь на него Вот так ты рычишь И ты не сработаешь ему диктофоном Он не слышит этого А теперь смотри Мы же точно так же сейчас Обслуживаем Мы точно так же обслуживаем И это неправильно И это надо менять И консультации наши Не могут быть такими Как сейчас Когда мы человека За шкирку достаем И показываем Смотри Вот без канализации Такой мир Ты можешь жить так А человек говорит Нет мне хорошо там Я не буду ничего не менять Но вы меня вылечите Просто выключите у меня боль Поиграйте со мной Просто чтобы мне не болело Вы выключите Я хочу вот так Но чтобы хотеть Надо действовать Двигаться Да И я когда это осознаю Я понимаю Либо мы уйдем Вместе с ними в канализацию Либо мы уйдем В развитие вместе Рожденный ползать летать не может Это об этом Вот просто об этом Ты ему показываешь крылья А он там Он рожденный ползает Он ползает в голову Он обрек себя Да На то чтобы ползать Но по рождению Крылья у него никто не обрезал Нет Рождается человек Рождается со всеми возможностями Все возможности Все абсолютно И с любого мига Мига Даже не дня и ночи А мига Он может полностью Переменить свою реальность И его никто в этом не ограничил Даже религия А для этого Надо искрой Искренности И любовью Да Только приход к себе Искренним И настоящим Только вовнутрь Только состояние А человеку это так страшно Как же я стану искренне Смотри какая логика будет Я стану искренне открытая Я буду любить А как меня обманут Меня там Это Как же Нет Я должна противодействовать Я должна быть готова К тому Что меня будут обманывать Поэтому я тоже обману И пошла вот эта паутина И кто быстрее За куском мяса Кто Понимаешь Вот она ложь И это все начинается Со школы Борьба Борьба Конкуренция За оценки За оценки За оценки А не за интерес Для того чтобы Интерес Это же преподавателю Надо включить Интерес в себе Знаешь так А есть такие преподаватели Это конечно Тогда интересно Сидишь разину в рот То человек Который Вот он Говорит тебе А ты понимаешь Мы все учились в школе И все У всех Я уверена У всех был хоть один Такой преподаватель Которого Приходишь И тебе интересно И вот этот преподаватель Он способен Пробудить интерес В ребенке А теперь представь Ребенок Рождается Вот этим всем Да Ему все интересно Любой интерес Ты ему может раскрыть И теперь смотри Действительно Ведь приходишь в школу Я уже пока садик Не отложу В школу Просто очевиднее И каждый человек Вот просто представьте Каждый преподаватель Свой предмет Преподает искренне Из любви Интереса Да И у ребенка Ему интересен И этот предмет И этот Представь Вот прям почувствую Я дочувствую Как внутри Интерес жизни пробуждается И ты получается Смотри Что ребенок получается Он получает Почву знаний То что Наташка Мы с тобой Положили в книге И в курсы Это почва Почва На которую Основа На которую Человек Вот Благодаря Скажу смело Благодаря нам Он может прийти Пройти вот этот путь наш Прийти и начать Развиваться Отсюда Отсюда Уже с багажом Это так же Школа Точно так же Ребенку Интересно Это Это И представь В нем раскрывается Интерес И как ты думаешь К концу Окончания школы У него появится Он выделит Из множества Интересов Он знает Что ему надо И это действительно Бог И это действительно Выйдет Тот человек Который мы не вложили Что ты должен Там пойти Там больше денег Нифига Это будет Уже тот человек Который знает Чем будет заниматься И действительно Принесет пользу Принесет родник Чистый родник От таких людей Мы будем получать Чистую воду Ну я просто Утрирую Как бы Чтоб понятнее было Перефразирую По образу И подобию Вот оно Чистая водичка И напиваемся И кто пьет Мы же и пьем Родители Те которые дали Или родители Или преподаватели Мы не плевали В свой собственный колодец А мы его Очистили И это Родниковая вода Говорю прям аж Вообще До глубины Понимают И это Родниковая вода Она раскрывается Наружу Прям Это настолько Настолько Ясно и чисто А всего лишь Человека Развернуть к себе Все Никуда-то Все И мы живем Действительно Мы пьем Эту чистую воду Мы становимся Красивыми Искренними Любящими И наши дети Растут красивыми А не такими Как сейчас в интернете Смотришь Не понять Что прыгающие То ли мальчик То ли девочка А вспомним А теперь вспомним Мышей Да Это 25 Какой-то там Да 25 экспериментов Вспомним Вот оно Вот оно Которые уже Потом не захотят Размножаться Они не смогут Все Так может быть Мы сейчас стоим Именно на этом этапе А мы стоим На этом этапе Это этап Это этап Концентрализации Да Да Либо переключение Вовнутрь себя И на самом деле Вариант переключения И идея переключения И уже состояние Которое И описаны Более того Предложен вариант Когда ты можешь Ити параллель Под видео То есть тебе уже легко Этот путь пройти И ты возвращаешься К себе Открываешь свой интерес Начинаешь искренне творить И смотри Заметь Двух людей Одинаковых Не бывает Был когда-то проведен Эксперимент В Африке Тоже психологический Когда взяли Племя одно И дали им Всем содержание Чтобы они не шли За деньгами Дали им содержание Они там получали Свои евро Или доллары И они жили на них Им не надо было работать Первый месяц Племя бухало К середине Второго месяца Надоело Надоело бухать Они протрезвели Да У них есть все Вот для жизни Есть все И вот со второго месяца Они начали творить Кто-то охотился Кто-то выделывал Кто-то шил Кто-то там украшения делал Кто-то И оказалось Что двух одинаковых человек В племени в этом не было У каждого было что-то свое И потом они этим обменивались Это можно продавать Это можно обменивать Но уже деньги уходят на второй план Да Есть творчество Есть творец Есть проявление Есть любовь Есть искренность Есть любовь И искренность Интерес То есть то, что ты делаешь Да Вот оно Делись интересом А деньги ушли на второй план Это та чистая вода Да Это та родниковая вода Интерес И тогда бухать не надо Да А зачем Потому что бухают За деньги, когда неинтересно Да Вот тебе общество Сходящее с ума На наркотиках На этом Перекрыто Перекрыт интерес Вот в школах что и делают Перекрывают интерес Полностью Полностью Перекрывают Ты страдаешь от поджелудочной железы От кишечника От всего этого Вот что ты сделал То ты и получил в старости Потому что к старости Ты это получишь Потому что день и ночь Идет бесконечно Да не обязательно к старости Ты следующий день уже получишь Уже Ты будешь идти Тебя за углом Этот же ученик тебе ляснет О чем? Вот этот Подавленный тобой Что мы Мало таких случаев Вот оно проявлено Но человек же Об этом не задумывается Да Я же такой хороший Я же такой хороший Я в церковь хожу А где ты искренен? Где ты Есть ты? Где? А тебя нет вообще Тебя нет Ты распылен Ответственность распылена Сам себя не слышишь Не чувствуешь И не осознаешь вообще Потому что тебя нет И плюешь Свой собственный колодец А потому что любви нет И ты не имея любовь В этом дне Ты ее не будешь иметь В следующем И ты своим детям Ее не можешь передать Потому что Если у тебя ее нет То ты ее никому Передать не можешь Ни своим Ни чужим И потом начинаются Наркотики Начинается алкоголь И так далее Смотри С теми же самыми Наркотиками Я иногда Когда смотрю На вот этот шабаш Безумие Который сейчас происходит В обществе У меня ступор возникает Вот смотри Еще там При Петре Первом Пенька Веревки делали Флот строили И так далее Сколько лекарственных Препаратов Было На пеньке На конопле Да Еще Это конопля Сельскохозяйственная культура Еще я была ребенком Она еще выращивалась Но конопля Это пенька Да Потому что я не могла понять Пенька Это производная От конопли Когда веревки Там из нее делают То есть ее выделывают Как-то Из этого шили рубахи Из этого шили одежду И так далее Это сельскохозяйственная культура Очень широкого назначения И она в колхозах Была еще в 70-х годах И додуматься Что ее можно курить Это до какой степени Надо деградировать Вот смотри Мы-то живем в Беларуси Мы живем в Беларуси И эта сельскохозяйственная культура Была здесь одной из основных Она Беларусь Поставляла Канаты Российскому флоту Россия жила На белорусской пеньке Из пеньки Делали Охрененную одежду Охрененную Почему? Потому что Микробактериальная флора Не давала Размножаться в воне Не надо было Пользоваться синтетическими Антиперспирантами И всяким вот этим Что сейчас пошло В химию В промышленность Что человек набрызгивает На свое тело Это все в угоду Принесено деградацией Вот тех отмороженных Которые курили Какие деньги на этом Может зарабатывать Только, например, Беларусь Да? Но тогда надо осознать Что здесь же И остается проблема И тут же будут кричать О наркоманах А с точки зрения промышленности Это охрененная культура Сегодня в США Эти рубашки продаются Сколько денег они стоят? А как ты думаешь Народ сам дошел до того Что можно покурить Как ты думаешь? На жадности это все Дурных надо было увлечь Это умы Наука К сожалению Разработки Фармацевтии И она просочилась И она убивает сейчас Все по сути дела Все сносит А кого сносит молодежь? Да У кого ума нету Кому, кстати, в любви Эти же товарищи Не дали любви Не дали интереса Не дали развития Обкоцали их И они забыли Зачем они пришли И так как нет интереса Они вынуждены Обкуриться Напиться И забыться Уйти в то состояние нирванов Из которого они пришли Потому что у них здесь нету Любви и интереса Они потерялись Они себя не слышат И да И родители, кстати И родители бегут Куда-то на работу Бегут А как их детки растут Не важно Не важно За деньгами Они во мне бегут Я же тебе принес игрушку Я же тебе это А где ты сердце вложил ребенку Где ты дал свои знания ребенку Показал ему вот жизнь Где Нет А я был занят У меня работа А как Мне же надо зарабатывать И потом этот ребенок Почему у меня такой ребенок Почему он деградирует Почему он плохо учится Почему ему ничего не интересно Почему он курит Почему пьет Почему развратничает Потому что ты ему почвы не дал Как не дал Я же денег дал Ты почву Вот Ты не пробудил в нем Любовь и интерес Искренность Ты не дал его своих знаний Красивой жизни Ты наплевал И побежал Вот Когда растишь ребенка маленького До трех лет Когда мама растит Маме Мама Не ограждать надо Не сдавливать Это нельзя Это нельзя Нет И нельзя Не обращать на ребенка Нельзя чтобы ребенок Как Я же свободу даю Пусть он ходит Лазит Куда угодно Зато я его не наказываю Нет Дорогая мамочка И то И то На отклонение Ты вложи в ребенка знания Вложи Вот Огонь Он обжигает Зайчик Поработай Покажи Вот смотри То-то делает Электричество Делает то-то Ты покажи Ты Интерес Приложи интерес А если ты мамочка Я такая молодец Мне ребенок Чем угодно Занимается И в магазин И в магазин Чтобы ребенок Был маме Интересен То он так все и делает Этот интерес Заканчивается Вот Это не я Я родила для вас Да Я хорошая родила для вас Не для себя А ты давай В интернете Найдись И на те книжки Посмотри В книжках все есть Все ребенок есть И этот ребенок Клупается Он не знает Как игрушками играть Он не знает Как А потом ему телефончик Уже в год Тыц О мультики Ту-ту-ту-ту-ту И сидит Вот этот Аутист Действительно Сидит аутист И повторяет За зайчиком Движение Вот просто Сейчас даже На мультики Посмотреть Да И мы же А дальше Мы уже не контролируем Что ребенок Смотрит в интернете Уже дальше А лишь бы смотрел Лишь бы дитя Не плакало А интересно А потом Ай-яй-яй Где Где Да А потом И семьи идут Семьи потом Идут Мы говорим Что стало С семьями Почему они Друг от друга В красных комнатах Это потому что Уткнувшись в интернет Уткнувшись куда-то А друг от друга Забыли А мы выполнили долг Так и надо Так Все И потом Эти Жены Бьются Почему Бьются В плане Им трудно Когда видишь Что муж твой Он у танка Он у этого Он там где-то Ты мужик Где твое Внимание В семье Я зарабатываю И в танчики Или же Те же мужья Жены сидят В интернете И они там Тоже смеются И вот порознь Все порознь Нету Нету По деньги Клиент Принес Деньги И все Идет подстройка На это Потому что Деньги Деньги Заменили Чувства Деньги Они же действительно Они отражаются В зазеркалье Под чувствами И получается Вот эта зазеркальная часть Сейчас сюда Втягивается А она же за собой Болезни Втягивает Вот он Взамен Да И мало того Я Вообще Интернет Хорошая штука Она хорошая штука Но когда есть мозг А когда нету мозга Когда мозг работает На 100% То это идет Только подкачка Оттуда сюда Чего хочешь Абсолютно Чего хочешь И это не есть хорошо Человек забывает О жизни Эти мужчины Эти женщины Сидят Только там А жизнь нет Все нету Их втянуло туда И ты только скажи Что А когда ты будешь жить Я живу Ты просто Не современная Я здесь живу Я вот в этом есть Недорогой Или дорогая Тебя нет здесь Все Ты там Ты в серости Ты в этой массе Ты ничего сюда Не принес В эту жизнь Ты ничего не принес Как не принес Я такой умный Я развиваюсь Я могу вот это Смотри как я могу Нет Тебя нет здесь Ну видишь Когда люди Они сами Сами осознавали И сами Те же самые Сейчас Сидят куча Бухгалтеров Куча юристов Куча налоговиков Куча проверяющих Там организаций Вот это пыль Распыленность Вот это Только для того Чтобы проконтролировать Деньги А когда бутоны И когда денег Достаточно Эти бутоны Сами отдают В виде благодарности Отдают значительно больше Чем с них силой Соберешь И не надо Содержать вот эту пыль И эта пыль Сама тоже будет бутоном У нее появится Время на проявление Потому что она Четко осознает Что когда она бутон Она здоровая Счастлива Она в гармонии А когда она пыль Она болеет И ей больно Да И сидят вот тогда И болеют И больно Да Потому что там нету жизни Там нету Излость копится Агрессия копится Разрушающая Все серое Все вот это вот темное Копится Да И разрушает Но это другой уровень Сознания общества Мы говорим вообще сейчас Космические вещи Да Которые полностью в обществе Не то что не осознаются Да не так Вообще Могут Нас на смех поднимать Даже могут приняться Как за сумасшествие За то что мы говорим Это сумасшедшее Легко Легко примется Потому что Что напился отравленной водой Вот эта отравленная вода Вопрос что сейчас с ней делать Потому что она массовая Она настолько массовая Что в этом танце Последнем кружении Может цивилизация закончится Так оно да Оно к этому идет Оно конкретно идет И очень быстро Просто вообще Обороты нарастают Просто очень быстро Если сейчас Вовремя Не развернуться На 180 градусов Самому себе Все Все Братцы Цивилизация погибнет И она очень быстро И если вы будете думать А ну это меня уже не будет Будет Вы еще будете Настолько быстро Настолько быстро Именно настолько Первый приход Инопланетян Кто тебе будут Это все понятно Вообще Не хочу даже говорить Вообще Очевидно Очевидно Вообще Очевидно Очевидно Вне Блин Вопрос Что с этим делать И как двигаться дальше Вот Вот оно Говорить Надо говорить Говорить Мы об этом говорим Проявляться Говорить Любовь Искренность Не секс Люди Люди Психологи Врачи Кто там Ученые Кто еще Прекращайте Бизнесмены Прекращайте Женщины Я обращусь к женщинам Прекращайте Говорить Секс Секс Мужчина Чтоб не убежал Надо Секс Прекращайте Начните Говорить Любовь И Искренность Любовь И Искренность Это точно так же Как мы начали Говорить Про школу Когда Ребенка Задавливают И Ты должен Оценки Получать Вот оно Да И когда Ты в ребенке Раскрыл Интерес То Оценки Они естественно Будут Вот так же Секс Любовь И Искренность Когда у вас Любовь И Искренность У вас всегда Есть секс Но это Секс Красивый А когда Вы секс Секс Это так же Как оценки Оценки Деньги 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 Все Вы ушли Все Нет Гибель Все Вот 180 градусов Ну это Разворот Каждого Человека Который Способен Услышать И почувствовать То О чем О чем О чем Говорим Это Вот Манин Здесь И сейчас Сказать Себе Стоп Они же Дело Говорят Давай Я Развернусь И пойду К себе И я Начну Искать Интерес В своей Жизни Я Живу По интересу А что Сделать Чтобы Найти Свой Интерес Вот Есть Практика 100 Глаголов Хорошо Я ее Сделаю Я себя Не чувствую Значит Наверное Мне надо Что-то Почувствовать Есть У меня Что Почитать Есть Что Почитать Уже Книги Есть Уже Даже Инфодайнг Знание Через Неделю Появится Уже В продаже Да Что Такой Инфодайнг Разобраться Это Состояние Внутри Себя Это Не Ты очищаешь Себя Внутри И ты Видишь Себя Совершенно Другим Ты видишь Себя Чистым Ты видишь Любовь Себе Чувствуешь Искренность Себе И ты Приходишь В это Состояние И ты Осознаешь Вот Мне интересно Это Это Интерес Может Меняться Он может Быть Обширным Он может Быть Разным Он может Переливаться В солнечных Лучах Играть Разными Цветами Радуги Вот Это Интерес А вместе С ним Любовь Она Приходит Просто За ним Идет Естественно Они Связаны Это Жизнь И потом Отсюда Человек Дальше Идет За этим Идет Луч Внимания Луч Внимания Пошел За Вниманием Пошло Сознание И если Твой Интерес Расширяется И ты В жизни Проявляешься То Твое Сознание Проявляется И тогда Бог Обращает Внимание Говорит О Здесь Развитие Здесь Интересно Я играю В эту Игру Потому Что Сознание Проявляется А Как По Картинам Нынче Можно Увидеть Нет Сознания Это Пишет Бессознательное Мирографика Да Написание Бессознательное Да Все Я Вывожу Травму И параллельно Завожу Туда Десять Да Потому Что Ты Пуст И в Это Время Тебе Влетает Все А Святое Места Пусто Не бывает Вакуум Работает Да Всегда И эти вещи Так очевидны Просто Развернись И иди К себе Перестань Обманывать Себя Вот Ты проработал Психотравму От того Что ты Порисовал Нет Зачем Ты врешь Себе Вот Ты проработал Психотравму От того Что ты Пришел Поговорил С кем То Нет Зачем Ты врешь Себе Да А еще Смотри Читай Умные Книжки Ребенку Читай Умные Ты Блин Ты засоряешь Мозги Своим Ребенком Что ты делаешь Ты переложил Свою ответственность За своего ребенка Перед ребенком Переложил На чью-то Книжку И заставляешь Ребенка Ее Просто Засорять Свои мозги Ты покажи Из своего Опыта Из своего Уже Нажитого Опыта Есть он у тебя Привет Нету Пустота Это ты знаешь Я для инстаграма тебе ролик недавно скинула Который прокомментировать Да Там очередной чувак из клуба миллиардеров Угу Я вообще когда вижу клуб миллиардеров Я стебусь Крутой лохотрон Да И очередной чувак рассказывает Как вашего ребенка подготовить К тому чтобы он стал миллиардером Надо давать читать очень много умных книг Надо следить за рынками За то что происходит в чужих бизнесах И так далее Все внимание И он там еще там какой-то А деньги Научиться откладывать деньги Жадничать Научиться Жадничать И он это выдает Да ты никогда не будешь Ты даже миллионером не будешь Ты даже нормальной недвижимости Не будешь Будешь ходить пешком На общественном транспорте Ездить Да Потому что вот тебя уже зацепили За нос и повели Потому что у тебя мозгов нет Потому что у тебя себя для себя нет Ты развернул ребенка вовне А надо развернуть вовнутрь К своему личному интересу И знаешь что становится интересно родителям Вот я как мать говорю Да сейчас Мне когда вот мои сыновья подрастали И подрастают Да Мне интересно Какую стезю Они выберут И какая им будет интересна Мне интересно Что будет интересно им И когда они находят Вот эту стезю Определяют свое образование Что им интересно У меня внутри интерес О Мне интересно это Это же я В своих детях И мне интересно это Конечно И сейчас когда я замечаю За младшим Что ему интересно То же Что интересно мне Что он украдкой Подбегает Прислушаться Поговорить Мы на ночь разговариваем Про инфодайвинг И он рассказывает Свои мысли И для своего возраста Он даже неплохо Так рассказывает Эти мысли Что я даже Иногда так смотрю Думаю Блин Как круто Мне интересно Вот когда родителю Интересно Что интересно Его детям Вот это уже круто Это уже цепочка Интереса Она как паутина Разрастается На самом деле Это вот оно Яйцо в курице Курица в яйце Вот слушаться Вот это наше отношение С детьми Мы в них Они в нас Это так Яйцо в курице Курица в яйце И нет первичности Нету Это целостность Да Да И тогда кайф Когда они просто Ну вырастет Кем-то станет Нет Это значит Уже не я Уже отодвинул А мне интересно Кем он станет Но для того Чтобы тоже Смотри Мне интересно Это значит Ты ребенку Тоже Ты показал мир Да Ты показал То чем ты владеешь И ребенок Это ему стало интересно Из этого всего Что вот То что вложили Знания родителей Он выбирает Сам Он так копирует С родителя Как живет родитель И вот тогда И конечно И вот тогда интересно Если он видит Родителя пустого Он и копирует Пустоту Если он видит Что родитель Прилипала Не знает Как банный лист В чью игру Прилипнуть И он тогда И скопирует И он будет Таким же банным листом И будет считать Это нормально Потому что у него Другого восприятия Информации Кроме копирования Нет Другой вопрос С кого он будет копировать Иногда Иногда Когда ребенок Попадает Действительно К учителям Которые дают интерес Они копируют Этих учителей Вместо пустых родителей И тогда Это счастье Да Потому что Появился в жизни Вот этот человек Не авторитет А тот Который интерес дает Потому что Смотри опять Какая подмена Авторитет Авторитетное мнение Это вынос Из себя Авторитета А интересный Человек Интерес Это связующая Нить Меня с тобой Мы с тобой Вместе В интересе Конечно А не ты Авторитет А я Как недавно Слышала Ролик про наставников Нам с тобой Интересно Нам интересно И скажи Вот не было бы тебя Мой интерес Он у меня всегда был Мне всегда было Это интересно Но Но когда тебе есть Точно такой же Человек С кем ты можешь Своим интересом Обмениваться Это охрененное Это охрененное Это целостность Вот оно И смотри Позиция опять-таки Недавно Увидела ролик Разговор про наставников И учителей Принято в этом Обществе Наставник Учитель Гуру Это не только Школы касается Это касается Духовных практик Как это Ты наставника Ему чай не разливаешь Ты его не обслуживаешь Он же наставник Он же Он же твой Гуру Ты ему должен Да Ты ему должен У тебя есть один наставник Это ты Все Нет у тебя других наставников Да И кто бы тебе что не рассказывал А дальше Ко всем остальным людям Уделили свое внимание И обменялись И обменялись с тобой Своим интересом Исчез для самого себя Да На ребенке На самом деле Эта игрушка Эта симуляция Она написана Истеба Эти состояния Все Они действительно Состояние Вау И с юмором Да Вот которые Даются для проживания Состояние бога Это действительно Восторг и юмор Кайф Это кайф Да Но Это не попытка Вытереть у кого-то ноги Или самоутвердиться Нет Это попытка Развернуть к себе И показать Что ты делаешь Как тебя развернуть Чтобы показать Что ты делаешь Посмотри Огонь Огонь у тебя внутри Снаружи Ты его видишь Отражение И снаружи В каждом человеке Ты видишь себя И каждый человек Проявляется В тебе так И по отношению К тебе так Как Ким ты Ты являешься И каждого человека Ты оживляешь Как персонаж В своей жизни Кстати я заметила Мы очень мало персонажей Обживляем В своей жизни У нас практически Практически Круг общения Наши семьи Две семьи Ну и семьи детей Семьи детей Ну вот иногда Там случаются Общения По поводу родов И так далее И это счастье Подведем итог Вопрос Что с этим делать Как нам двигаться дальше Мы-то это осознаем А дальше Три варианта Ты видишь Общество Отравленное водой Ты можешь пойти И напиться Этой же воды И стать таким же сумасшедшим Ты можешь отойти в сторону И наблюдать за сумасшествием И начать управлять Как это делали Религиозные деятели Вводя Всякие каноны Догмы И ограничения Да Ну а потом Государственные деятели Ну То есть те Кто осознает Вот это бешеное кружение В бешеном безумии Ты можешь начать управлять Потому что у тебя Еще сохранился разум Но тогда Наступит Следующий день И ты придешь В эту жизнь В этом же безумии Потому что ты родишься У безумных И тогда ты наплевал В свой колодец И это тоже Путь в деградацию И лишь третий вариант Когда Ты это осознаешь И ты осознаешь Что можно вернуть Чистую воду А ее можно вернуть Только развернув Общество Вовнутрь себя Каждого по отдельности Вовнутрь себя Вспомнить любовь Вспомнить интерес Вспомнить искренность Вспомнить Вспомнить Искренность Открытость Вспомнить честность По отношению с собой И взять ответственность За свою жизнь На себя Вот казалось бы Просто Точка Но с этой точки Ты возвращаешься к себе Ты дома Ты вернулся домой Ты вернулся в себя Смотри И тогда взгляд И сознание Становится чистым и ясным И ты видишь Человек слушает нас И когда он слушает Пусть не многие Но до них доходят Наши слова И даже Наверное большинство Именно когда слушают нас Они слышат Но Как только Видео закрывается Человек входит В свою жизнь И он постепенно Забывает Он просто окунается В свой быт И опять пошел И лишь немногие Немногие Кто периодически Возвращается Кстати Это книги наши Это наши курсы Книги возвращают Хорошо И курсы хорошо Возвращают Да Да И курсы Те кто хотя бы Один раз Побыл на курсе Да Потом их могло Вынести обратно В свою жизнь Потом они могли Обижаться на нас Играть с нами Складывать в нас ящичек В тумбочку Но мы всегда искренне Да Все равно приходит момент Когда внутри Говорит Смотри что ты делаешь Ты опять плюешь В свой колодец Искра начинает Слышать искру Чистая искра У нас чистый интерес Чистая искренность И оно постепенно Человек Все Он уже слышит себя Все равно начинает слышать И смотри Вот вчера Когда мы давали Вторую часть Второй день программы Курса Сумасшедший курс Я вижу У людей Просто Волосы дылом Шок Да Потому что Это парадоксальное восприятие Это целостность Нигде Ни в одной книге Никогда такие вещи Не были описаны Никогда А тут человек Еще проживает Это в состояниях В определенных И вот Смотри С этих состояний Какие возможности Психики человека Открываются Они просто открываются Как на ладони Бери И экспериментируй Что мы сегодня И будем делать На третьем дне Да Вот оно И при этом И при этом У человека Внутри идет Четкое знание Что вот Эта точка Она станет Полностью Открытой И доступной Когда проделан Весь этот путь И там нет Ни одного Лишнего пазла Ни одного Ни одного И ни одну ступеньку Ни один курс Ни одну программу Ты не перепрыгнешь Да Ты ее можешь Осознать Либо не осознать Но перепрыгнуть Не получится Потому что Это Ты не можешь Приехать в Париж Не проехав Определенные станции Исследования Но никак Вопрос Как быстро У тебя Это включится И ты это осознаешь Вот и все Да Но Есть Уже Книги Наши Хотя бы Как первое То что Человека Вступает К самому себе Разворачивает Это точка разворота Когда еще нет движения Но есть точка Движение Это уже работа С состояниями А с состояниями Самостоятельно Работать сложно Да Это да Вот движение Это уже работа С состояниями Но разворот Это хотя бы Понимание умом Прочтение Я просто Это все время говорю Потому что Мы видим с тобой Очевидные вещи На людях Которые Обратную связь Сдают по книгам Это просто Невероятно Даже те люди Которые не слышали Наших курсов Начинают читать книги И обратная связь Идет такая От них Что просто Ты смотришь И ты счастлив От этого Перед тобой И благодарность идет Перед тобой Человек становится Совсем другим И ты видишь Вот эти ясные глаза Пробуждение Вот это пробуждение Потому что Когда говорят Об осознанности И о пробуждении Вот сколько я слышала Этих слов Особенно в буддизме Да А что под этим Это твое Вот это Хик 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 Да Вот это твоя Осознанность И твое пробуждение В практиках Да Хик Нет Это Или Ом Мом Нет Это тупение А пробуждение Это не тупение Это разные вещи Пробуждение Это ясность сознания Разум Это разум Это включение разума Да Потому что в тебе Свет этого разума А разум без интереса Не работает Вообще Никогда Нет интереса Разум выключен Не откроется разум без интереса Разум не откроется И смотри Если мы выстроим всю цепочку Которая идет через равно в психике То Разум будет равно интересу Разум будет равно любви Разум будет равно жизни Разум будет равно ответственности Разум будет равно искренности Разум будет равно Да Это все разум Это цепочка разума. Если она хотя бы где-то разорвется, разум отключен. Разум не откроется без интереса. Я еще раз повторю. Без интереса только ум. Только ум. А ум – это ограниченность. Это точка отражающая. Это вот, это ограниченное. Разум – это солнце, а ум – это луна. Ну, даже… Ум – это холод. Это холод. Так я говорю, луна. Ну, да. Чтоб человеку было легче понять. И размеры. И важность для солнечной системы. Если будем по образу брать луну, как ум, если на Земле будет только ночь, луна, жизнь закончится, растения не смогут выжить, и, значит, мы тоже не сможем. А вот если солнце… Вот теперь возьмем, смотри. А не будет луны? Оно сожжет все. Но при этом у тебя появляется что? Когда одно солнце. Оно тоже может сжечь все, да? Но при этом у тебя есть всегда возможность света получения. Но когда солнце и луна – сочетание, есть передышка, передышка, то тогда появляется жизнь. День, ночь, день, ночь. И когда разум – днем, а ночью – ум, то здесь получается жар сменяется холодом, остываешь. И снова ты просыпаешься, ты творишь, засыпаешь, отдыхаешь. Вот эта вот смена, она дает, именно она дает развитие. Потому что при одном солнце тоже все не бесконечно. Оно сожжется при одном солнце. А именно сочетание разума и ума дает вот эту вот картину жизни. Планета наша живет. Да. И жизнь, возможно, возвращение к жизни, к развитию, возможно, только через состояние погружения в себя. Только через состояние погружения в себя. А заметь, ведь в свое время, когда говорили о молитвах и о медитациях, это тоже предполагалось погружение в себя. А какая подмена? Бога вынесли наружу. Вынесли, все. И все, и получилось, что ты идешь не внутрь, а вовремя. Ты все слабеешь, ты выносишь себя, ты слабеешь каждый раз. Там ответственность. Бог покарает, Бог помилует. Все, все пошло. И при этом ты внутри пуст, ты качаешь. Вот эту вот страхи, свои злости. Потому что ты вырвала от себя свое сердце и вынесло на облачко. Все. Да. Красиво. Да. По мне, такое вот просто настолько кажется, так все просто слышно, разжевали прям вот. Как передать состояние. Как передать вот эту глубину чувства. Состояние, да. Да. Вот эту глубину состояния. Глубину состояния. Чувства вот это. Глубину состояния возвращения к себе. Вот это, вот это научить человека. Когда ты чувствуешь, вернее даже, когда ты знаешь выход, а как его передать людям? Когда ты знаешь выход, знаешь то, что только разворот, и тебе передать. Да, а человек... Вот смотри, сегодня ты выходишь такая громогласная, вот ты озарением, тебя осенило. Ты выходишь на сцену, тебе дают рупор, и ты говоришь, ребята, и рассказываешь все вот эти вещи, что ты рассказываешь. И на тебя смотрит и говорит, ой, ее из дурки выпустили. Сто процентов. Потому что человек не способен в бешеном кружении, в этой агонии остановиться и задуматься. У него цепочка разума разорвана. Потому что человек ждет от тебя, дай, дай, дай денег. А раз ты только сказал, аааа, нет. Нет. И видишь, для того, чтобы в общество просочиться, как чистое сознание, заметь, оно же тоже просачивается в тело. Вода. Оно просачивается. Оно межклеток просачивается в тело. Именно межклеточная жидкость идет. Точно так же и инфодайинг. Он проходит, один зацепился, оба, прочитал, интересно, другому книжку. Книжку купил, вся семья читает. Пошло, пошло. Оно идет просачивание. И в какой-то момент у людей встречается. Естественным путем идет. Естественным путем. Не вот этим лозунгами, а естественным путем. Человек читает, и вдруг до него доходит. Дело говорят. Дело говорят. А ведь это может быть национальной идеей на самом деле. Национальной идеей. И тогда эта идея накрывает, тогда уже пойдет на межгосударственное. Тогда государство будет как клетка. Тогда уже тот уровень поплывет. А на том уровне другая игра. И тогда будет совсем другая игра. это о расширении цивилизации. Это о развитии цивилизации. Это о золотом веке. Том веке, который был предсказан. И это время пришло. И то, та идея, то направление, которое меняет цивилизацию, оно тоже пришло. Но пока оно просачивается между людьми через книги, через видео, люди даже не осознают тот масштаб, который сейчас входит в общество. А он уже входит. И его остановить нельзя. Потому что он входит на всех континентах одновременно. Потому что интернет разнес. И на всех континентах уже есть дети, которые поправляются. И взрослые, которые поправляются. И человек начинает просыпаться и осознавать, блин, это так. И когда у него у самого это происходит, вот это чудо пробуждения, он начинает передавать это своим детям и так далее. И когда чуть-чуть большее количество и потом все. И потом все. 15 процентов, а потом общество все по правилу сотой обезьяны. Обезьяны, заметьте. Потому что животный уровень сознания. Даже здесь. Поржать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok